Жизнь рэперов – это не только сплошные тусовки, красивые девушки, дорогие автомобили, но и бесконечные разборки. Егор Крид, как никто другой, знает толк в таких делах. На его счету огромное количество скандальных историй. Сегодня на канале Сплетники 7 самых-самых забавных из них. Интересные скандальные новости звезд шоу-бизнеса. Вступайте в нашу группу в Инстаграм и подписывайтесь на канал в Телеграм. Там мы размещаем то, что не проходит по формату на Ютубе. Буквально на дня генеральному директору Blackstar в очередной раз пришлось извиняться за Егора Крида, который отменил выступление на русском музыкальном фестивале в Абу-Даби. По словам организаторов, рэпер попросту отказался выходить на сцену, сославшись на плохое настроение. За нарушение договоренности русская медиагруппа, которая проводила фестиваль, потребовала неустойку в несколько миллионов рублей, компенсацию за авиабилеты, проживание в роскошном отеле и частичную аренду концертного зала. Интересно, что сам Егор в данном случае решил обойтись без комментариев. Видимо, за время конфликта настроение Крида так и не улучшилось. В сентябре прошлого года руководство Blackstar приняло решение отменить выступление в Дагестане сразу нескольких своих артистов из-за нестабильной обстановки в регионе. На решение в основном повлияли угрозы со стороны местного населения в адресе Егора Крида. Жители республики оставляли негативные комментарии под постами рэпера в соцсетях и утверждали, что если он все же решит приехать с концертом, ему не поздоровится. Своё мнение выразил и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Невелика потеря, написал он в Инстаграм, чем вызвал недовольство лидера Blackstar Тимати. Между мужчинами произошла серьёзная перепалка, но дальше дело не пошло. Вмешался Рамзан Кадыров. Сколько стоит твой концерт? Я боюсь, что если я отвечу на этот вопрос, дуть меня не позовет. Несогласованный концерт в центре Москвы стоил Егору Криду и Тимати штрафов в 20 тысяч рублей. Ребята решили повеселиться после вечеринки по случаю открытия салона красоты на Большой Дмитровке и запрыгнув на крышу внедорожника, исполнили несколько своих хитов. Видео с выступления быстро распространилось в сети, возмутив представителей сразу нескольких общественных организаций. Активисты подали на рэперов в суд и добились своего. О том, что у главного холостяка Blackstar непростой характер, ходят легенды. Показательный случай произошел во время гастролей артиста в США. Популярный американский фотограф рассказал о неприятном опыте работы с Кридом. Аркен Аван фотографировал Егора, когда тот был проездом в Нью-Йорке, однако рэпер предпочел не указывать авторство снимков, когда выкладывал их в сеть. «Если коротко о впечатлении, то это высокомерность, заносчивость и хамство», написал фотограф в одном из постов. «После съемки мы сели в одном из заведений выбрать лучшие кадры. Отправляя снимки ему на телефон, я сказал, «Егор, лови, надеюсь, тебе понравится». В ответ даже спасибо не услышал. Чтобы развеять странную атмосферу этого диалога, я продолжил. Мог бы ты, пожалуй, отметить на авторство снимков в посте, я был бы очень рад. На что в ответ получил хамский с высокомерным ехидным взглядом. «Конечно, ты будешь очень рад, а я никого никогда не отмечаю». Интересно, что многие фанаты «Егора» оказались на стороне фотографа, отметив, что Крит повел себя крайне некрасиво. Казалось бы, доходы рэперов позволяют им вести роскошный образ жизни, но бывают случаи, которые не поддаются логическому объяснению. В 2015 году владельца ресторана в Екатеринбурге заявила, что как-то раз в заведение заглянул Егор Крит. По ее словам, после ужина, когда артисту принесли счет, он отказался платить, пытаясь оправдать себя тем, что у него нет ни карты, ни наличных. Музыкант покинул заведение, так и не закрыв счет. Позже, во время интервью к каналу Муз-ТВ, рэпер заявил, что обвинения в его адрес были фейковыми, а описанная ситуация абсурдна. В 2016 году во время одного из концертов Егор Крит перепел песню Нюши «Только», добавив к ней свой куплет, в котором рассказал о причинах расставания с певицей. Судя по тексту, в том, что отношения пары не сложились, был виноват отец артистки. Я так часто пишу о любви, что Любовь, заикаясь, напишет рассказ обо мне. И мы с ней заключили пари, и я набил твое имя на левой руке. И на самом-то деле, летели недели, тебе все твердили, у него не тут денег. Какая, к черту, Любовь, мнение твоего папы сильнее. Сама Нюша долго не комментировала неприятный инцидент, но все же нарушила молчание и рассказала о своем отношении к поступку экс-бойфренда и о том, чему на самом деле был посвящен ее трек. Когда я разрешила использовать песню, думала, что это будет оригинальный вариант, но в исполнении Егора Крида. А услышала композицию с совершенно другим смыслом. Плюс меня еще стали в чем-то обвинять. Это неуважение переделать мою песню и не уведомить меня, отметила певица. Мошки едва не сорвали выступление Егора Крида в Волгограде в 17-м году. Насекомые довели артиста до истерики. Он сорвался на своего директора, сломал две камеры и даже в сердцах заявил, что больше не приедет в город на Волге. Такое поведение сильно расстроило фанатов, которых в тот день на площадке собралось более 40 тысяч. Поклонники рассчитывали получить более приятные впечатления от концерта. Я старался изо всех сил, меня сжирали комары, мошки, залетали в глаза, но это все фигня. Во время выступления мое дыхание постоянно перебивалось разной живностью, что не давало мне возможности петь и вызывало дикий кашель. Чем мы только не мазались, что только не распыляли на сцене, ничего не помогло. Пытался оправдаться рэпер уже после неприятного события. Такие неоднозначные происшествия происходят в жизни этого молодого артиста довольно часто. Думаю, мы еще услышим о нем много интересного. А вы слушаете его песни? Нравится Егор как певец или предпочитаете кого-то другого? Пишите свои варианты в комментарии, вступайте в наши группы в социальных сетях и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok